А дальше стандартный тренировочный процесс. Театр начинается с вешалки. У нас начинается даже не с разминки, а с взвешивания. Ходится держать себя в форме и мы взвешиваемся в данный период подготовки 4 раза в день. То есть до первой тренировки, после первой тренировки, до второй тренировки и после второй тренировки. Вот, да, звучит дико, по-моему, тоже на что делать. В этот период, да, потому что олимпийский сезон. Вообще надо всегда в себе форме держать. Сейчас в тройне, поэтому всегда странно сильно. Ну, если всегда в форме, не переменять. Многих вопросов, зачем он взвешивается. Да, мы не борцы, мы не боксеры, у которых там не самая категория. И все, если ты столько-то не будешь, тебя не выпустят на площадку. Все-таки, ребят, что гимнастика – это эстетика. Это воздушный, прозрачный вид спорта. И девочки должны быть тонкие, звонкие, прозрачные, но при этом пахать, как лошади, по 8-9 часов в сутки. А после разминки понеслось. Лента, обруч, мяч, булавы. И снова лента. Не делай то, что больно. К сожалению, из-за травмы я не могла тренироваться в полную силу. Мне дали немножко время, чтобы я полечилась. И вместо хореографии, некоторых моментов тренировки, я ходила на улицу и бегала кросс. А дальше – снова в зал. Туда, если ты помещаешься. Ну-ка, давай, по диагонали прыгни, а сделай все равно, как я говорю. Ты рукой работай, ты ее чуть остановишь, она зацепится. Все время работаю. У каждого ребенка, который занимается спортом, встает когда-нибудь вопрос. Или отдаться полностью вот этой тяжелой, на самом деле, работе. Или пойти, скажем так, по проторенной дорожке, как друзья, как сверстники, там, учиться, проводить вечера на улице, гулять. И когда мне было 10 лет, чушь, по-моему, разговор, мама мне спросила. Ну что, Мэри, ты не остаешься в спорте, или мы будем воплощать твою мечту стать дипломатом? Я очень удивилась, прям, ну что за вопрос? Конечно, гимнастика. Я нам сказала, ну что, только потом не говори, что я тебя не предупреждала. На всю жизнь я запомнила, а ни разу я еще не сказала, зачем ты меня, я не отговорила. Когда, к слову, спорт прибавляется, слово профессиональный, здоровье заканчивается. Потому что быстрее, больше, сильнее, это на грани, а даже за грани человеческих возможностей. Гравмы есть у всех профессиональных спортсменов, кто чего-либо достиг. И я, ни я, ни Катина, ни исключения, у меня была операция очень такая серьезная, неприятная в 2010 году, после чего я на всю жизнь осталась с железным шурупом и спицей в стопе. Очень был тяжелый у меня период восстановления, дальнейшей подготовки. Слитно сделала. Еще, змейку, давай, 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 кистью, кистью, кистью. Вот этот отмах хорошо, вот на нем как раз нет претензий. Итак, пять. Повторюсь, пять часов подряд. И только по истечении этого времени девушки получают небольшой отдых. Время, которое можно потратить на себя. Но время на себя – это условность. У Галкиной, например, по плану физиопроцедуры. А вот у Мелитины более увлекательное времяпрепровождение. Танцевать, конечно.